Время приветов и поздравлений. Дорогие друзья, продолжается наша программа на русском радио Чебоксары. Прямо сейчас я с удовольствием хочу пригласить к микрофону дорогого гостя, который сегодня у нас находится уже в студии, а именно, друзья, под наши бурные аплодисменты. Встречаем Этнер Егоров сегодня с нами. Здравствуйте. Добрый день. Наконец-наконец мы начинаем говорить о комфортной среде. Абсолютно верно. Да, тема действительно очень важная, очень интересная. Я уверен, нашим слушателям тоже будет интересно узнать, что же это за такое интересное под названием развитие городов, малых сел Чевашской Республики. Давайте я начну. Рассказ немножко про Центр компетенции по развитию городской среды, который сформирован в апреле предыдущего года, прошлого года. Это структура, которая как раз и призвана создавать комфортную среду в малых городах. Если с городами Чебоксарами и Новочебоксарск более-менее ситуация понятная, то за все, что за Садовым кольцом, условно я так говорю, у нас история пропадает, исчезает и по остаточному принципу. Соответственно, задача такая состоит в том, чтобы такие жемчужинки, такие изумруды нашего большого жерелья Чувашских городов, Ядри, Налатарь, Мариинский посад, Козловка, они заиграли по новому и стали востребованными для городских людей в турах одного дня. То есть мы сегодня не говорим ни про Чебоксары, ни про Новочебоксарска, а давайте затронем все-таки моменты развития малых городов. И вообще, насколько часто наши жители республики путешествуют по Чувашии? Вот это тоже вопрос интересный. Как-то можно, какая-то аналитика была вообще, куда чаще ездят? В малые города или все-таки за Волжье, допустим? Да запросто. Вот смотрите, у нас же федеральная трасса, цифры все на поверхности. А значит, 50 тысяч автомобилей ежедневно. А это автомобили, сколько там людей от одного до автобуса, считайте. И проблема сразу встает, поднимается, лежит на поверхности. Все эти люди проезжают мимо Чувашской республики. Существуют некоторые моменты, существуют некоторые точки притяжения, но эти точки или сценарии так называемые, они призваны на 5 минут, заехал, купил что-то быстренько и уехал дальше. Наша же задача вполне естественная и понятная в том, чтобы турист не просто на 5 минут заскочил, а благодаря этим 5 минутам захотел остаться максимум на одну ночь в Цивильске и так далее. Вот а что надо сделать для того, чтобы действительно реализовать вот этот проект? В 2018 году появился крутой шанс для всех городов и Чувашии, всех малых городов и сел в России. Это Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений. В рамках этого конкурса есть возможность разработать концепцию и получить под эту концепцию от 30 до 80 миллионов рублей. При этом есть возможность привлечь прекрасно крутых архитекторов, крутое архитектурное бюро, которые не на свое усмотрение, там, нафантазируют что-то оторванное от действительности, а проведут именно такой специфический десант, проведут проектный семинар, где, вот точно обещаю, потому что это уже на практике все пройдено, они оставят ни одного лидера мнения в этом поселении, обойдут всех, соберут всех, со всеми проработают и учтут все мнения. И обучат их и другим, собственно, понятийному аппарату, как город должен развиваться. Вот такой вопрос, как можно поучаствовать в этом конкурсе? Есть какие-то возможности, допустим, у жителей города, может быть, у людей, у проекта, у общественных организаций в этом конкурсе поучаствовать? Значит, в Чувашской республике 9 городов, которые поэтому только конкурсу могут участвовать, но под этот конкурс подходит только 7, то есть мы чебоксары на чебоксарах, поэтому и не говорим. Все города с численностью менее 100 тысяч рублей, 100 тысяч человек, могут принимать участие. Напоминаю, в 2018-м первый этап прошел, то есть ежегодно он проходит, в этом году даже их два будет, в октябре начнется третий этап. А принять участие для населения – это обязательнейшие условия для проведения конкурса. Это партисипативное участие, вот такие слова новые, или инициативное бюджетирование, или вовлечение граждан. Это вся история про малые города и исторические поселения. Помимо этого существует огромная программа по инициативному бюджетированию для малых сел, вот для сел именно. Да, да, да. Но мы о них пока не опускаем, но я говорю о том, что есть и для сел, для маленьких деревушек и прекрасные возможности. В принципе, развитие любой инфраструктуры, я имею в виду в пределах Чувашской республики, да? Такого не было еще, вот акцент подниму, такого не было до 2018 года, а внимания к малым городам и к селам никакого, вот прямо так заявляю, никакого не было. Непонятно было, как их развивать. Они в тяжелейшей ситуации были. Сейчас понимание есть. Теперь понимание есть, и вот потерпи, возможности. Возможно, чтобы реализовать все проекты. Это очень прекрасно, друзья. Свои интересующие вопросы можно задавать в нашу группу русской радио Чебоксара ВКонтакте. Вот я смотрю, здесь полетели вопросы интересные. Мы их зададим уже очень скоро, после небольшой рекламной паузы, друзья. Дождитесь. Время приветов и поздравлений. Друзья, продолжаем. У нас сегодня в гостях, ну, просто интересная личность, друзья. Это руководитель агентства территориального развития, руководитель Центра компетенции по развитию городской среды Чеваши, члена общественной палаты Чеваши, Эмир Егоров. И вот мы затронули здесь такую интересную тему развития городов, малых городов и сел Чевашской республики. И вообще говорим в целом о том, что происходит у нас здесь, а в Чебоксарах, допустим, вот за эфиром такую тему я затронул, что в этом-то году мы же отмечаем 550-летие города Чебоксары. Хотелось бы, наверное, вот спросить у вас. Вообще помните историю развития вообще? Сколько раньше жили, допустим, людей, ну, давайте 100 лет назад, допустим, в нашем городе? Есть какие-то цифры? Прекрасный вопрос. Все мы думаем, что город Чебоксар – это история про большой, комфортный, красивый, современный город. Но 100 лет назад действительно в городе проживало всего лишь 5000 населения. Чуть меньше, чем, например, в Мариинском посаде. 5000 населения. Всего 5000 человек! Я этому даже, честно, не поверишь. И для меня это не столько удивительно, сколько удивительным является тот факт, что мы не понимаем, почему и благодаря чему, собственно, город рос. Да. А рос он благодаря фантазиям, желаниям тех людей, которые здесь не боялись планировать и думать о будущем. Они думали о тракторном заводе, они думали об электрокластере, если современным языком говорить. Они думали о ресурсе реки Волга. Они здесь строили ГЭС. И все это в купе создавало... Вот этот большой, фундаментальный, получается, проект, можно так сказать. Да. Один тракторный завод обеспечил приезд сюда 150 тысяч специалистов. А вот если не секрет, но у Чебоксарского он 100 лет назад вообще существовал как-то? Ну, конечно, нет, да. Ну, в проектах там село какое-то стояло, если... Там были деревни, в которых рождались первые будущие президенты Чувашии. А, вот это да. И смотрите, спустя 100 лет, получается, у нас уже численность населения города нашего зашкалила за 600 тысяч, я как знаю, да, в районе? В Чебоксар официально 505 тысяч населения. 505. Ну, это тоже немало, можно так сказать. И вот есть ли такая вероятность, что буквально через 20 лет те малые города, вот о которых мы разговариваем, да, тем 7 городов оставшихся, они вырастут до большого количества населения? Вполне, вполне. Если их, опять же, развивать, да? Ну, вопрос тут не гнаться за количеством, а совершенно другая сейчас философия. Эти города могут стать местом комфортнейшего времяпрепровождения, туром выходного дня. Так. Город перенасыщен культурными событиями. Я говорю про город Чебоксары. Он ограничен даже в некотором определенном развитии. Да, вот как мне удивительно это звучит. Город Чебоксары, современный урбанизированный город, не может дать рекреационных возможностей. Это нормальная история. А такие города по Волге, Мариинский посад, Козловка, Криуши, масса мест, где можно прекрасно провести, чистая река, чистая Волга. Это недорогие цены. Согласен. Все это вот тот пласт, который мы не используем. Вообще, когда приезжают иностранцы, они очень сильно удивляются, когда бродят по берегу Волги и не понимают, почему эти самые лакомые куски земли, почему здесь не стоят красивые дома с открытыми фасадами, почему здесь нет английского газона. Вопрос, почему? Это вопрос к нашим стереотипам и традициям. Мы не привыкли. Это у нас некий подход еще остался от того... Духа времени, да, советского? Да, постсоветский, совершенно верно. Постсоветская у нас такая история продолжается, и мы не знаем, что мы хотим. Ну хорошо, давайте мы все-таки к вопросам наших слушателей обратимся, потому что они действительно интересны. Вот Елена интересуется, а какой город Чуваши вам наиболее близок и интересен? Расскажите, пожалуйста, есть такой, а если есть, то какой? Провокационный вопрос, потому что... Ну нельзя выделять, они все настолько разнообразны. Моя история знакомства с малыми городами началась с Мариинского посада. Она удивительнейшая история, когда люди, которые там проживали, это было село, и которые в один момент начали фантазировать и подумали, а почему мы село? Мы хотим быть городом. И они написали письмо императору, обратились к ним. И император ответил, хорошо, вот вам... Даю добро. Добро. И в этот год, юбилейный год Александра Второго императора, как раз город Мариинский посад получил имя супруги императора Александра, Марии Александровны. Прекрасно. А вот такой вопрос от Бориса Тимофеева пришло. Как по-вашему, какие факторы сейчас мешают развитию городской среды в Чувашии, и как возможно их устранить? Так, глубоко, да, немножко? Ну, это вот основные, фундаментальнейшие вопросы. Вроде бы они на поверхности ответа лежат. Что мешает? Безучастность, наверное, и отсутствие института развития территории. Необходима усилия, координация, синхронизация интересов экспертов, активистов, общественников, чтобы они не допускали забалтывания некоторых инициатив, а последовательно позволяли расти достаточно смелым, амбициозным проектом. Прекрасно, друзья, я предлагаю прерваться буквально на небольшую музыкальную паузу, после чего наша беседа с удовольствием продолжится. Это стол заказов. Как молоды мы, друзья! Это точно самое главное душой не стареть, а вещи развиваться, ставить перед собой хорошие цели. И вот сегодня мы как раз о развитии, о развитии малых городов и сел разговариваем с нашим дорогим гостем Этнир Егоров, я напоминаю, у нас сейчас в студии. И вот тема затронута такая особенная. Как же нам всем вместе с вами, друзья, сделать так, чтобы все города, малые города, села развивались, чтобы развивалась инфраструктура и вообще, чтобы мы любили путешествовать не в другие города, а вот, допустим, даже по своей республике Чувашской. Это же очень важный элемент нашего развития. Прекрасный монолог такой. Вы когда были в Мариинском посаде в последний раз? Был. Я туда тоже часто приезжаю. Да ладно? Да, серьезно. Ну, собственно, ответ-то он очевидный. Сесть, машину завести, да поехать. И, соответственно, всю по чесноку реакцию нахождения в этом городе описать. Не приняли карточку, не знал, где припарковаться. Здесь все это описывать нужно. Это является громадным элементом описательной структуры того, с чем сталкивается турист. И потихонечку, поэтапно будем все исправлять. В следующий раз будет примут с карточкой. Если нужно, примут с хлебом, с солью. Ну, а какая природа там, друзья? Государева гора, для чего стоит. А, мы были все-таки, да. Конечно, конечно, были. И природа, и красоты. Действительно, вот хочется, чтобы многие жители нашей республики не просто на словах это слышали, а вот действительно побывали, попринимали участие, да, как-то в развитии. И, может быть, какой-то конкурс организовать на то, чтобы в дальнейшем все жители развивались в этом направлении. Да, абсолютно. Полностью прямо сейчас готов ответственно заявить, что уже в этом году мы в одном из поселений поставим МАФ, малую архитектурную форму. Какой проект, чему она будет посвящена, это не моя компетенция. Пожалуйста, я частью буду финансировать, частью будет финансировать наше агентство. А с вас проект, с вашей идеей мысли реализации. Вот акцент. Не только идею придумал, а вы делаете. Нет, это не эта история. Именно придумал и пошел руками сам сделал. То есть мы соберемся все вместе и в один из дней соберем ту конструкцию и подарим ее городу. Замечательно, замечательно. Вот Борис интересуется. У меня такой вопрос, может быть, слегка наивный, но все же хочется его задать. Как по-вашему, чем хороша столица Чуваша и чем выгодно отличается от других городов России? Ну, как-то вот масштабненько так. Да, у нас масштабные вопросы. Ну, опять-таки, чтобы отвечать на такие вопросы, нужно погружаться в саму понятийный аппарат территории развития. Я еще раз подчеркиваю, я ответственно заявляю, мы не знаем, что такое город Чебоксары. Мы очень поверхностно к нему относимся с точки зрения истории последних 20-30 лет. Если мы будем погружаться в историю города, то это город прибрежный, приволожский. Мы увидим совершенно с другой стороны его потенциал. Мы увидим потенциал этих земель как место комфортного проживания, о котором мы говорим. Но, опять-таки, разный контекст вкладываем в это понятие. Кстати, повторю, прибрежные города – это действительно уникальнейшее место для того, чтобы поставить свой домик для своей семьи и сидеть, пить по утрам чашечку капучино на английской лужайке и смотреть на восход, закат. Прекрасные мечты. Хочется, конечно же, там оказаться сразу же. Вы не поверите, вы можете фактически бесплатно взять землю в поселениях. Вы можете фактически даже дом взять, еще раз подчеркиваю, почти что бесплатно. Колоссальное количество домов, продающихся не в страшном каком-то состоянии, а есть и памятники архитектурные, администрации, которые готовы отдать вам за рубль в аренду на 49 лет. Только сохраняйте и развивайте эту территорию. Так что, друзья, есть о чем задуматься. Вот еще интересный вопрос. Какие планы и цели Центра Компетенции по развитию городской среды Чуваши? То есть уже какие-то цели прям конкретные намечены на 2019 год? На 2019, правильно, да, вспомнил. Да. Значит, смотрите, у нас в этом году участвуют 4 города. Во всероссийском конкурсе малогородов и исторических поселений. Это город Канаш, это город Ядрин, это город Шумерля и АллатРь. Все такие исторические... А город Канаш вообще очень интересный. Субъективно мы его боимся, потому что есть реакция на исторический фильм, исторический с точки зрения, который менял эпоху. Это фильм Говорухина, что так жить нельзя. И сразу восприятие Канаши как о месте, в котором тяжело жить. Но когда приезжаешь в Канаш, совершенно другие картины открываются. Там есть колоссальная архитектурная красота, дворец культуры, которого нету в округе тысячи километров. Там есть в Нарве есть такое, там еще каких-то. Мы не знаем даже этой истории. И когда ты раскрываешь, видишь Канаш историческим, красивым городом, то это меняет принципиально всю позицию отношения. Еще раз возвращаясь к вопросу. Значит, в этом году у нас участвуют 4 города. Они претендуют на получение от 30 до 80 миллионов рублей. В этих городах сейчас работает, соответственно, архитектурное бюро. Они готовят концепции. И к 15 марта, или точнее к 1 апреля, они должны подать... То есть к 15 марта должны быть появиться концепции, а к 1 апреля должна быть подана документация в Минстрой. И, соответственно, мы там уже должны победить или не победить. Так что, друзья, все дело за нами. После небольшой музыкальной паузы мы обязательно эту тему продолжим. Поэтому, друзья, если вдруг возникают у вас какие-то вопросы, задавайте, группа русской радио Чебоксары ВКонтакте. Время приветов и поздравлений. Да, дорогие друзья, всех приветствуем, кто с нами на волнах русского радио Чебоксары. Сегодня у нас просто великолепная беседа. Напомню, в гостях у нас этнир Егоров. Это руководитель агентства территориального развития, руководитель Центра компетенции по развитию городской среды Чувашии, член общественной палаты Чуваши. И вот затронули мы действительно очень важную тему, важную для всех жителей нашей республики. Развитие городов, малых городов и сел. И как сделать так, чтобы действительно мы были инвестиционно, во-первых, привлекательной средой для всех окружающих. Ну и просто, чтобы каждый житель города мог с удовольствием посещать города и радоваться у нас в Чувашской республике. Вот как-то так, да? А можно переформулирую с точки зрения, как могут те слушатели, которые сейчас по ту сторону радио, быть сопричастными к развитию территорий? Это очень важно. А, да. В этом отношении вот очень все просто. Я максимально открытый человек. Для меня слово «открытые данные». Открытость – это то, с чем я просыпаюсь и засыпаю. Поэтому наберите в интернет, зайдите, наберите «Этнер». Точно не промахнетесь мимо. Найдете меня и напишите, пишите и предлагайте. И подчеркиваю, что сегодня тема развития городов настолько является максимально выгодной для всех молодых людей, которые проектанты, архитекторы. Им не нужно условно, не условно, а прямым текстом, не нужно бороться за право быть архитектором той или иной территории. Представьте, вы приедете в Казань и скажете, а я вам сделаю сейчас проект развития такой территории. Иллюзии. Там своих архитекторов полным-полно. А у нас есть полным-полно территорий, которые хотят развиваться. И у них всех большая потребность в проектировании, в визуализации, в социологическом исследовании. Это прекрасный фундамент, старт, возможность пополнить себе портфолио, сделать себе имя, не уезжая далеко за пределы, а здесь у тебя под боком на своей земле. Вообще Чувашская республика богата на людей, которые действительно развивают, которые стремятся добиться чего-то прекрасного. Поэтому, друзья, у вас есть уникальная возможность, уникальный шанс, не побоюсь этого слова, для того, чтобы реализовать все свои задуманные какие-то мысли, то, что у вас в голове творится. Вот, смотрите, Этнер Егоров идет к вам навстречу. Давайте сделаем нашу республику действительно интереснее, красочнее, и сделаем ее именно такой, какой мы ее видим в будущем. И креативной, творческой. Вот что хочется сказать. Вот хочется действительно, чтобы после прослушивания нашей программы с вами, нашей беседы, жители Чувашской республики проявили инициативу и сделали большой шаг в светлое будущее Чуваши. Ну, я лозунги не буду прокламировать. Я как бы говорю о том, что есть возможности, а выводы делайте сами. Давайте сделаем ее вместе. Ну, а мы со своей стороны хотим бурный аплодисмент подарить нашему дорогому гостю. Большое спасибо, что сегодня посетили студию любимого радио, за то, что такую тему подняли, очень важную и актуальную. Ну, и я уверен, что в дальнейшем мы будем только прилагать все усилия и шаги для того, чтобы развиваться в этом направлении. Друзья, стол заказов продолжается. Очень скоро розыгрыш призов.